Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Бордун Анатолий Зиновьевич Интервью и литературная обработка Максим Свериденков Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 6 мая 2009 года Часть вторая Глава четвёртая «В белорусском небе» Когда я прибыл в полк, для лётчиков нашей дивизии Как раз наступил период относительного затишья Примерно в середине апреля войска 1-го Белорусского фронта Временно перешли к обороне И наши лётчики вылетали только на разведку И перехват самолётов противника Воздушных боёв в эти дни практически не было Я попал в третью эскадрилью к своему давнему приятелю Василию Сергеевичу Батяеву Он был моим земляком, вырос в Сталиногорске, где его родители работали на химкомбинате Мы с ним вместе учились летать в одном аэроклубе Только я на первом аэродроме, а он на втором Потом вместе попали в одну группу Качинской школы пилотов И одновременно выпустились оттуда Но меня в инструкторы направили, а его в часть За время войны Вася облетался в частях Приобрёл боевой опыт и стал командиром эскадрильи Он был хорошим лётчиком и товарищем Метко стрелял по самолётам противника Командиром он тоже был толковым, неплохим организатором Меня назначили сначала командиром звена Но уже через пару недель Батяев взял меня своим заместителем К концу войны мы стали с ним близкими друзьями Как заместитель командира эскадрильи Я изучал район предстоящих боевых действий Вёл подготовку молодых лётчиков Поступавших к нам в полк Конечно, у меня ещё не было фронтового опыта Но в пилотировании я мог дать им очень многое На фотографии Лётчик Дмитрий Голубкин, крайний слева Делает доклад заместителю командира эскадрильи Анатолию Бордуну о совершённом боевом вылете Район Одера, апрель 1944 года Наконец, в 20-х числах июня 1944 года Войска 1-го Белорусского фронта снова перешли в наступление Перед нашей эскадрильей была поставлена задача Сопровождать бомбардировщики П-2 за линию фронта Это был мой первый боевой вылет Боевым вылетом у нас считался либо вылет за линию фронта Либо вылет, когда было соприкосновение с противником Зная о ситуации на фронте, я понимал, что без воздушного боя Мой первый вылет вряд ли обойдётся Решил спросить у Васи Батяева, как это обычно бывает Он начал мне объяснять серьёзным видом Подойдёшь к линии фронта Увидишь мессер, сразу принюхайся Запахнет сосновыми досками А почему сосновыми досками, не понял я Так ты что, не знаешь? Из них же гробы делают, рассмеялся Вася Он с юмором был Я про себя хмыкнул Ладно, посмотрим Летим мы, сопровождаем пешек, чтобы их истребители противника не тронули Идём в строю, приближаемся к линии фронта Вот-вот наши Пи-2 начнут бомбить передний край противника Вдруг вижу, мессеры появились Я понюхал, понюхал, ничем не пахнет Какого-то страха или чего-то такого у меня уже не было Это пока не видишь противника, гложет неприятные ощущения А когда воздушный бой завязывается, бояться уже некогда Начинаешь действовать, оцениваешь манёвренные качества противника Соотносишь их со своим мастерством Завязался бой Через некоторое время мы на вертикаль перешли Потом, когда мастер завис, я в него всадил очередь из пулемётов и из пушки Он задымил и ушёл вниз То есть сбил я его Наши Пи-2 за это время успели отбомбиться И ушли вместе с нашей группой истребителей обратно к своим аэродромам Мы с моим ведомым Володей Михайловым сориентировались, где мы находимся И тоже полетели домой Лётчики всегда свой аэродром называют домом Подходим к Нейговке И я деревню вижу, а находившийся рядом с ней аэродром нет У нас ведь был полевой аэродром, то есть обычная обкатанная грунтовая площадка И на ней только посадочное Т Два белых полотнища, каждые метров 10 длиной и метра 3 шириной Если они лежат в форме буквы Т, можно садиться А если в форме креста, то садиться по каким-то причинам нельзя И вот, я возбуждённый после боя и почему-то никак не могу разглядеть, где находится аэродром Начинаю делать круг Вдруг слышу по рации голос моторного Чего ты крутишься? Полосу не вижу Накоренив право Я накоренил самолёт, смотрю Взлётно-посадочная полоса лежит подо мной Развернулся я, зашёл, сел И следом за мной сел мой ведомый Я доложил командиру полка о том, что сбил самолёт противника Кинофото пулемётов на Арокобрах в нашем полку не было Сбития проще подтверждались Ты говоришь, где сбил самолёт противника А потом представитель исполка едет в наземные войска в тот район И там ему пишут бумагу о том, был или не был сбит на самом деле вражеский самолёт Таким образом, пресловутые приписки у нас на этом этапе войны были попросту невозможны Вот так я сбил свой первый мессер Друзья меня поздравили Особенно Вася Батяев был рад Я, ему улыбаясь, сказал, что не почувствовал запаха сосновых досок Он тоже засмеялся Правильно, пусть фрицы этот запах чувствуют Что ещё интересно У нас в полку было принято Если ты сбил самолёт, то можешь, проходя вдоль полосы на низкой высоте, сделать бочку Или две бочки, если сбил два самолёта Конечно, после первого сбития мне было не до этого А впоследствии я не раз по такому поводу бочки делал Работали мы всегда по вызову На линии фронта находились пункты наведения авиации И оттуда с нами связывались по рации Давали данные по предстоящему заданию Могли нас и по тревоге поднять Из трёх эскадриль нашего полка одна всё время дежурила Через некоторое время её сменялось следующая И так далее И кто был на дежурстве, те, в случае чего Сразу же поднимались в воздух Как только видели сигнальную ракету А дальше уже в зависимости от воздушной обстановки Могла только одна дежурная пара взлететь А могли и сразу две эскадрильи подняться Но вернусь к заданиям по сопровождению бомбардировщиков К этому этапу войны Пи-2 уже практически всегда выполняли бомбометание с пикирования А не с горизонтального полёта И у нас была особая тактика в сопровождении Пи-2 До линии фронта наши истребители шли обычным строем крыло в крыло А как пересекали линию фронта, то мы, ведущие, шли впереди А ведомые держались на дистанции 150-200 метров от нас Истребители при этом, естественно, находились на некоторой высоте над клином пешек Чтобы в случае чего не дать истребителям противника атаковать наши бомбардировщики Вылетали мы на такие задания не меньше, чем звеном Также, сопровождая бомбардировщики, мы нередко ходили ножницами Когда приближались к линии фронта То есть ты, допустим, идёшь с правой стороны Набираешь высоту метров 600-700 над самолётами, которых сопровождаешь И переходишь со снижением на левую сторону А те, что с левой стороны шли, действовали наоборот Потом мы снова высоту набирали, и всё повторялось Это позволяло нам сохранять скорость И лучше контролировать воздушное пространство А вот когда Пе-2 выходили в район бомбометания Мы перестраивались в этажерку Так назывался этот боевой порядок среди лётчиков Что представляла собой этажерка? Мы разбивались, как правило, на три небольших группы Одна группа оставалась сверху над бомбардировщиками И должна была не допускать, чтобы истребители противника Могли ударить по пешкам сверху Ещё одна группа начинала летать вокруг района бомбометания На высоте входа наших бомбардировщиков в пикирование А третья группа точно так же летала на высоте их выхода из пикирования При этом вторая и третья группы всегда летали с противоположным курсом Если вторая по часовой стрелке, то третья против часовой И наоборот В результате, откуда бы враг не попытался подойти к нашим пикирующим бомбардировщикам Мы тут же завязывали бой с истребителями противника И не подпускали их к пешкам Кроме того, летая по кругу, мы также старались вести огонь по зениткам противника Одним словом, делали всё, чтобы свести к минимуму потери среди бомбардировщиков В белорусской операции наш полк сопровождал бомбардировщики Из третьего бомбардировочного авиакорпуса На последующих этапах войны мы также именно с этим бомбардировочным корпусом работали С сопровождением бомбардировщиков связан один интересный случай Происшедший через несколько дней после моего первого воздушного боя Мы всем полком, а это три эскадрильи сразу, сопровождали на бомбометане большую группу самолётов П-2 На нас напали вражеские истребители Завязался воздушный бой И фашистам удалось сбить одного из наших лётчиков Ивана Тура Тур, это у него фамилия такая была При этом он был русским по национальности, но, возможно, не без украинских корней Гвардии лейтенант Тур Иван Селиверстович не вернулся из вылета 23.08.1943 То есть за полгода до прибытия Бордуна в полк Тут либо Тур потом вернулся То ли просто автор рассказывает что-то, что было полковой легендой Примечание автора Когда самолёт начал падать, Ваня не растерялся и успел выпрыгнуть с парашютом Однако здесь комичное дело вышло Когда парашют раскрывался, у Вани при рывке парашюта соскочили с ног кирзовые сапоги Видимо, они у него не совсем по размеру были А поскольку под сапоги в армии надевают не носки, а портянки То приземлился Ваня Тур уже босиком А дальше получилось ещё интереснее Приземлился он прямо на передовую На земле тоже бой идёт С одной стороны наши стреляют, с другой немцы А Ваня Тур, что называется, оказался между двух огней В буквальном смысле этого слова Он испугался, что его немцы в плен возьмут Узнают, что лётчик начнут допрашивать с пристрастием Чтобы избежать этого, Ваня закопал своё лётное удостоверение И другие документы, которые у него были В ближайшую кочку А бой продолжается Ване пришлось перебегать с места на место Чтобы уходить из зоны интенсивного огня В результате потерял он из вида ту кочку, куда документы спрятал Бой закончился Подходят к Ване Туру наши пехотинцы Спрашивают, ты кто такой? Он говорит, лётчик Документы покажи Я их в кочку зарыл Тут пехотинцы обступили и его кричат Ты власовец? Даже по морде пару раз ему дали Все ведь на эмоциях, разгорячённые недавним боем Ваня продолжал оправдываться Я свой, я лётчик Какой ты лётчик? Лётчики ходят в коверкотовых гимнастёрках У них брюки тёмно-синие, сапоги хромовые А ты без сапог даже Тем не менее, Тур уговорил всё-таки пехотинцев Чтобы ему дали возможность поискать ту кочку Куда он документы зарыл Но не смог её найти Там на каждом метре подобные кочки были В итоге отвели Ваню к командиру части Втолкнули в землянку Там командир начал его допрашивать Кто он такой Но рассказ Тура показался командиру неубедительным А время-то военное У Вани погоны младшего лейтенанта А документов нет И командир тоже решил, что перед ним власовец Отдал приказ расстрелять Тогда на фронте дело быстро решалось Тут бы и расстреляли Ваню Тура Но спас его случай Подошёл к нему один пехотинец Уже в возрасте мужик Спрашивает Ты с какого аэродрома? С Нейговки Пехотинец обрадовался Это ж моя деревня там рядом Отсюда до неё километров пятьдесят всего Повернулся он к командиру Товарищ командир Разрешите я его отведу на аэродром Вдруг правда лётчик А если не тот, я его там и кокну Ну и попутно к своим зайду домой Узнаю, как они И, видимо, командир уважал этого мужика Разрешил ему дойти до Нейговки С нашим Ваней Туром Для перехода Ване даже старые сапоги выделили Не мог же он босиком пятьдесят километров прошагать И вот На третий или четвёртый день После того вылета Когда сбили самолёт Тура Он наконец снова появился в нашем полку Мы все тогда как раз на аэродроме были Я взлетаю и вдруг вижу Что прямо передо мной Ваня с каким-то пехотинцем Через полосу идёт А тур же лётчик, он увидел меня и понял Что я могу не успеть отвернуть И срежу им головы своей машиной Тогда он побежал Пехотинец закричал на него Подумал, что он убегает Сделал предупредительный выстрел в воздух Ну, а мне на задании нужно лететь Перепрыгнул я через них Пошёл по заданному маршруту Потом, когда вернулся на аэродром Узнал всю эту историю И то, как она закончилась Оказалось, после предупредительного выстрела Пехотинца Пехотинец рванул за ним И уже собирался на поражение Открыть огонь Но возле командного пункта Моторный стоял Он руководил всеми нашими полётами И лично провожал и встречал нас на аэродроме Увидел Тура Иван Порфирьевич Тут же ринулся ему навстречу Они обнялись Мы-то в полку все уже думали Что погиб наш Ваня Тур А пехотинец как увидел Что его недавнего пленника Которого все считали власовцем Обнимает командир полка Так перекрестился Господи, а я его чуть не кокнул Когда он побежал Зрелище действительно было впечатляющим Моторный ведь был со звездой Героя Советского Союза на форме Да еще рядом гвардейское знамя развивается У нас в полку было заведено Перед полетами Выносить к аэродромному командному пункту Своё гвардейское знамя Его вид подстегивал нас Заставлял ответственнее относиться К предстоящему заданию А теперь представьте Что пехотинец все это впервые увидел Естественно у него была реакция шока Однако молодец мужик И нашего летчика от расстрела спас И своих родных благодаря этому Смог навестить Мы сопровождали не только бомбардировщики Не менее часто нам приходилось Сопровождать штурмовики В Белоруссии мы работали В основном с четвертым штурмовым авиакорпусом Что характерно Пока мы доводили штурмовиков до цели Их боевая задача нередко изменялась Допустим должны они были штурмовать Укрепленные немецкие позиции В какой-то деревне Но пока летели к цели Наши войска уже заняли эту деревню А немцы отступили Конечно в подобных случаях С ними пытались связаться С пункта наведения Но здесь надо сказать еще об одном моменте У наших штурмовиков Ил-2 Очень плохо работала рация У них отечественные радиостанции были Зато у нас на Кобрах Радио американское И слышно по нему нам было очень хорошо Соответственно наведенцы связывались с нами Например Как-то раз мы были уже в 15-20 километрах от цели Маленькие цель изменилась Нас истребители по радио называли маленькими А штурмовиков горбатыми Такие были кодовые обозначения Наши войска заняли деревню И ведут бой с противником Нужно ударить по танкам противника Который в 200 метрах западнее деревни Я называю свой позывной Маленький 81 И докладываю, что задание понял А штурмовики как работали? Доходят до цели Их ведущая пускает нос Начинает штурмовать А остальные ориентируются на него И тоже открывают огонь Соответственно мне нужно было вплотную Подлететь к ведущему штурмовиков И показывать ему знаками Кричать по радио Когда мы вплотную подходили Оно у штурмовиков Начинало хоть кое-как, но работать Что цель изменилась А новую цель я ему сам покажу Если он не понимает сразу Начинает нос опускать над старой целью То уже кулаком грозишь ему И все нормально Доводишь штурмовиков до новой цели Потом сам опускаешь нос И показываешь своим огнем Где находятся немцы И тогда уже вся их группа Начинает штурмовать При сопровождении бомбардировщиков Нам никогда не приходилось Наводить их на новые цели Бомбардировщики работали Не по переднему краю А по второму и третьему эшелону Войск противника Соответственно их цели не менялись А со штурмовиками У нас часто возникали хлопоты Но наш полк всегда успевал Показать им новую цель И не допустить Чтобы они прежнюю цель Штурмовать начали Тем не менее Я знаю один случай Когда в другой части Штурмовики все-таки ударили по своим Произошло это В одной из штурмовых авиадивизий Эта дивизия Тогда только перелетела С Дальнего Востока Летчики еще не освоились на фронте В начале лета 1944 Они целой дивизии А это около 90 самолетов Вышли на штурмовку И ударили по своим войскам Находившимся на переднем крае Представляете Целая дивизия Отработала по своим В результате была сорвана атака Я слышал Что от огня штурмовиков Досталось даже командному пункту Рокоссовского Моя эскадрилья Тогда как раз в этом районе В воздухе находилась И нам передали по рации Чтобы мы оттянули эту дивизию А то ведь Если бы они там до конца Доштурмовали Потери в наших наземных войсках Были бы большие Спрашивайте Как мы их оттягивали Подлетаешь к ведущему штурмовиков И даешь очередь Перед носом его самолета Причем стреляешь Одновременно и из пушки Из двух пулеметов Снаряды из пушки Пролетают перед ним Как шары Размером с кулак Такое нельзя не заметить Ведущий смотрит на тебя А ты ему жестами показываешь Уходи При этом мы не боялись Что кто-то из штурмовиков С дуру по нам ударит Мы рядом с ними летели Они по нам ударить не могли Даже если бы захотели Некоторые штурмовиков Сразу не понимали Чего от них хотят Но наши очереди Все равно заставляли Их поднять носы самолетов А дальше мы им уже показывали Что все Хватит штурмовать Вот так мы их оттянули Полетели они К своему аэродрому И не поверите С перепугу Еще и его штурмовать начали Естественно После такого Дивизию расформировали А все ее руководство В том числе и штурмана И всех ведущих Отдали под трибунал А простых летчиков Конечно не наказывали Чем они виноваты Они на ведущих ориентировались Летчиков просто распределили По другим частям Однако подчеркну Больше ни об одном Подобном инциденте Я не слышал Это был исключительный случай А в основном Штурмовые авиационные части Выполняли свои задачи Вполне профессионально И достойно Говоря о хорошей работе штурмовиков Мне сразу вспоминается Как в самом конце июня Немцы Зажатые со всех сторон Нашими войсками Переправлялись в районе Березина Это под Минском Наши самолеты Им там всю музыку испортили Не дали возможности Фрицам переправиться В нормальных условиях Там и штурмовики наши По немцам работали И бомбардировщики Сыпали на них бомбы Мы туда летали В качестве сопровождения Но если истребителей Противника не было Тогда тоже штурмовали Однако штурмовали Таким образом Чтобы у нас оставались Боеприпасы На отражении Возможной атаки Там очень большая Немецкая группировка была Вскоре ее окружили И она зашла В большой лес Под Минском Одновременно была окружена И фашистская группировка Под Барановичами Но там ее окружили Уже со всех сторон А в кольце окружения Минской группировки Немцев были разрывы И перед нашей 16-й воздушной армией Была поставлена задача Не дать немцам опомниться Чтобы они не сообразили В каком направлении Можно выйти из окружения Это происходило В первых числах июля Лес, где засела Вражеская группировка Был огромным Не меньше 100-150 гектаров Туда и штурмовики летали И бомбардировщики Чтобы не дать немцам Поднять голову Мало того Даже к нашим истребителям Бомбы подвешивали Кобра могла нести На внешней подвеске Одну бомбу Весом 250 кг Или две бомбы Весом по 100 кг Дело в том, что на Кобру Могли устанавливаться Подвесные баки Либо два под плоскостями Каждые по 75 галлонов Это почти 300 литров Либо один бак На 150 галлон Под брюхом Этого количества бензина Хватало на 7 часов полета Баки мы в основном Подвешивали Если надо было Кого-то сопровождать На дальние расстояния А тогда Вместо дополнительных баков У нас бомбы были И ты нажимаешь Тумблер сброса Подвесных баков На ручке управления Бомбы сразу уходят вниз В боевых условиях Использовали Один ПТБ Емкостью 75 галлонов Под фюзеляжем Примечание автора До этого Мы тренировались У себя в зоне Подвешивали бомбы К самолетам И сбрасывали их С пикирования Или с горизонтального полета Но никаких Особых приспособлений У нас для бомбардировки Не было Так и в этой операции Бомбили Что называется На глазок Мы бросали бомбы Особо не разбирая куда В лесу все равно Ничего не видно Нам было главное Создать шумовой эффект Когда вокруг тебя Все грохочет и взрывается Тут тебя не до того Чтобы куда-то продвигаться Ты просто забиваешься В укрытие И ждешь Пока все кончится И нашей задачей Было как раз добиться От немцев Такого поведения Чтобы они не пытались Вырваться из окружения Если во время полета Мы видели Хоть какое-то движение внизу Тут же опускали нос И открывали огонь Из пулеметов и пушек В общем Устроили немцам Сладкую жизнь Не давали им опомниться Что характерно У нас в полку Не было летчиков Летавших ночью Но во время окружения Минской группировки Мы совершали вылеты До 11 часов вечера Я специально Отобрал группу Из ребят Которые могли Ориентироваться В сумерках И вот мы делали за день 4-5 вылетов А потом вечером Когда начинало темнеть Еще один вылет Садиться Правда Приходилось Уже в полутьме Один раз Мы возвращались С вылета Так поздно Что по краям Взлетной полосы Наши техники Даже расставили Кастрюли И другие емкости С подожженным маслом Чтобы мы не промахнулись При приземлении В итоге Мы свою задачу Выполнили Не позволили немцам Головы поднять В лесу Кольцо окружения Вокруг них Окончательно замкнулось А дальше подошли Танкисты И артиллеристы Расчленили Эту группировку И взяли в плен Помню Я потом Документальный фильм Смотрел Там показывали Как немцев Из-под Минска И из-под Барановичей Вели через Москву Они думали Туда победителями войти А вошли Военно-пленными Кое-кто из них Еще пытался При этом фасон держать Но в основном Все угрюмые Оборванные 150 тысяч Их там было Насколько я помню Вот так и воевали Весь июль Без передышки Шли бои Помимо полетов На сопровождение Мы выполняли задания По прикрытию Наземных войск Летали на разведку Что интересно Именно в июле 1944 Небо стало Настолько насыщено Советскими самолетами Что буквально Куда ни глянешь Везде наши самолеты были А ведь в начале войны Совсем наоборот было Немцы обладали Полным воздушным Господством Однако Именно в июле Погиб мой друг По Руставской Авиашколе Володя Петров Служивший В 54 полку Лейтенант Петров Владимир Алексеевич Успел до гибели 28.06.1944 Одержать Три личных победы Примечание автора Он должен был Вылетать На сопровождении Самолета-разведчика Пи-2 В составе четверки Вместе с Яшей Михайликом Сашей Денисовым И молодым летчиком Гагиным Но у Гагина Мотор не запустился А ждать пока техники Найдут неисправность Времени не было Они вылетели втроем Михайлик был у них ведущим А Петров с Денисовым Шли ведомыми И здесь надо сказать О таком моменте Незадолго до вылета У Володи Петрова На шее с левой стороны Фурункул вскочил Такое бывает у летчиков Потому что во время полета Приходится постоянно голову В разные стороны вращать Шея потеет Воротничок натирает шею Туда грязь попадает И соответственно Может вскочить фурункул В результате Володя из-за фурункула Не мог повернуть шею В левую сторону Он мог отказаться От боевого вылета И ему бы никто И слова не сказал У летчика А тем более у истребителя Голова должна В обе стороны вращаться На 180 градусов Чтобы он сумел Приближение противника Разглядеть Но Володя был человеком Исключительно добросовестным И от вылета Не отказался А в тот день Солнце как раз Светило им в спину То есть противник Мог сзади Незаметно подобраться И что получилось Юго-восточнее Города Осиповичи На Володю с Денисовым Обрушилась Восьмерка фокеров Они атаковали Как раз со стороны солнца То есть Нашим летчикам Было неудобно На них смотреть А у немцев Наоборот Был превосходный обзор Завязался бой Володю зажала Четверка Фокевульфа В 190 Начали крутиться И Володя Начал крутиться Влево И тут Видно понял Что не может налево Смотреть из-за фурункула Начал свой самолет На правый вираж Перекладывать А когда перекладываешь Самолет на другой вираж Машина останавливается И как бы замирает Перед тем Как войти в другое вращение Этим воспользовался Один из немцев Он поймал Володю Петрову В прицел И дал очередь Володина аэрокобра Загорелась И пошла вниз Денисова В том бою Тоже подбили Но ему удалось Сесть на фюзеляж Он остался жив Пе-2 За время боя Ушел в облака Михайлик сбил Один фокер Прикрыл Денисова Пока тот снижался И потом оторвался От немцев Они не стали Его преследовать Вероятно У них горючее Уже заканчивалось А Володя погиб Похоронили Володю Петрова Там же В районе Осиповичей А летчиков Как хоронили Обычно Выезжала На место падения Специальная бригада Из техников Собирала то Что осталось От погибшего Если летчика Сбивают на самолете У него Как правило Руки, ноги Все отдельно валяется А если самолет горит Так вообще Мало что остается И когда летчика Сбивали далеко От аэродрома То его останки Как правило Хоронили в районе гибели По согласованию С местной Воинской частью Потом бригада Возвращалась в полк Докладывала Писали родным Похоронку После войны Володю Как и многих Кто погиб В белорусской операции Перезахоронили Теперь он покоится У нас в Смоленске На солдатском кладбище На Витебском шоссе Вот так я потерял Своего друга Однако бои продолжались С перемещениями Линии фронта Наша Ниговка Постепенно все больше Отдалялась от нее Нам требовалось Все больше времени Чтобы доходить До линии фронта И командование Приказало нам Подвешивать Дополнительные топливные баки В бою Мы нередко сбрасывали их Чтобы не терять В маневренности На фотографии Подведение итогов дня После боевых вылетов Летным составом 53-го гвардейского Истребительного авиаполка Ковель 1944 год Анатолий Бардон Стоит в пилотке Крайний справа Во втором ряду Здесь надо сказать Что с одного аэродрома Мы работали на пределе Своего радиуса действия А потом Когда войска уходили вперед Мы тоже передвигались Вслед за ними То есть Как правило Первоначально Наш аэродром Находился на расстоянии 15-20 километров От линии фронта И затем Эта дистанция Увеличилась до 40 километров После чего Мы перелетали На новое место Немного позади нас Дислоцировались штурмовики А бомбардировщики Обычно находились В 100-120 километрах От линии фронта Таким образом Именно истребители Размещались так Чтобы у них было Минимальное время На подлет к цели Поэтому еще в июле Мы перелетели Из Неговки На аэродром Подковель Глава пятая Между боями Отвлечемся на время От описаний боев И я расскажу о том Каким был наш фронтовой быт Мы, летчики, жили Как правило В деревнях Находившихся В 3-4 километрах От аэродрома В соседней с аэродромом Деревне Освобождали большую хату И мы заселялись туда Целой эскадрильей То есть По 12 летчиков На дом В этой хате Техники сбивали Для нас нары На них стелили солому А сверху брезент Кроме того У нас были одеяла Вот и все наши Постельные принадлежности В таких условиях Мы обычно жили и спали Хозяйка со своей семьей Пока мы занимали дом Обычно жила Где-нибудь у родственников При этом Она нередко заходила к нам Жаловалась на зверство немцев Убирала в доме Мы, когда могли Своим хозяйкам Помогали продуктами Делились с ними пайками Конечно, после рассказов Местного населения Мы на фашистов Во время боев Смотрели уже не как На живых людей А как на врагов Но, что интересно Помню я момент Когда я впервые Увидел немца Взятого в плен Это был обычный солдат В сероватой шинелишке Перепуганный Бледный Его никто даже не бил Мы подошли к нему Спросили Что, Фрис? Хана? Гитлер капут? Нет Гитлер у нас бог Вы нас пока не победили Мы еще повоюем Он говорил на ломаном русском У многих из них Во время войны Были немецко-русские разговорники Мы немного понимали по-немецки Часть слов жестами выражали Мы посмеялись над его словами Да и пошли дальше Надо сказать За время войны Не было ни одного случая Чтобы у меня на глазах Кто-то глумился Над взятым в плен немцем Не было даже такого отношения Вот ты, фашист поганый Русским такое несвойственно Нас советских людей Вообще так не воспитывали Чтобы мы могли Измываться над врагом Оказавшимся в нашей власти Мы отвагу показывали в бою А вот немецкие летчики Иногда вели себя недостойно Некоторые из них расстреливали наших ребят Когда те с парашютом выпрыгивали Даже по уже приземлившимся Огонь вели А я не могу припомнить Ни одного случая Чтобы кто-то из наших Начал стрелять по немцу Выпрыгнувшего с парашютом Но вернусь к нашему быту Технический состав Жил в землянках Около аэродрома Эти землянки Они и сами рыли для себя Иной раз и нам Летчикам В землянках доводилось жить Если рядом с аэродромом Деревни не было В холодное время года В землянках, конечно, было похуже, чем в хатах Холоднее Бывало, возвращаешься с задания Посреди землянки Топится печка-буржуйка Сделанная из бочки А вокруг этой печки Все нары заняты Что делать? У нас в этих случаях Такая шутка была Вынимаешь из кармана Несколько патронов И кидаешь их на печку Нагревшись, патроны Начинали взрываться У нас при этом Никогда не было несчастных случаев Но кто-нибудь, кто трусоват Обязательно соскакивал с нар А ты уже можешь лечь на освободившееся место В целом же у нас в полку И особенно в эскадриле У всех между собой были самые теплые отношения А как иначе? Ведь мы вместе на задания ходили Там от каждого может зависеть жизнь товарища По вечерам, когда полеты заканчивались Мы все в кучу собирались Начинали травить байки, анекдоты Ребята о письмах из дома рассказывали А вот в карты и другие игры Как-то не играли Не было это принято у нас в полку Конечно, было место и шуткам, и розыгрышам На войне ведь, если не смеяться С ума можно сойти Помню, сидели мы под Варшавой И наш летчик Сергей Иванович Коробов Служил в 28-м гвардейском истребительном авиаполку Совсем другая дивизия И другой корпус даже А вот в Корее они служили вместе Возможно, оно тут и спроецировалось Примечание автора Вечером пошел по нужде Туалета на улице не было И он уселся на корточке В укромном месте неподалеку от хаты А наши ребята хохмачи В темноте незаметно подбрались К нему сзади И подставили снизу лопату Только он сделал дело Лопату сразу убрали Но Сергей Иванович даже не заметил Застегнул свой летный комбинезон Вернулся в дом Только он улегся на нары Кто-то из ребят С серьезным видом сказал Что-то запахло Коробов тут же решил Что он, видимо, на комбинезон Ненароком попал Выскочил из хаты Глядит точно Кучки нет Сразу снял он с себя комбинезон И так его смотрел И так Даже наизнанку вывернул Вернулся он в хату Ребята снова Что-то пахнет Тут он вдруг понял Что над ним пошутили Махнул рукой Эх вы, зараза Вот тут хохота было Тем не менее За войну был у нас один случай Когда шутка окончилась плачевно У нас было принято Что если кто-нибудь заснул Пока все еще сидят Как-то разбудить его неожиданно Или толкнуть А у меня в эскадриле Был летчик Баранов Неплохой пилот Но дерганный немного Он заснул Его начали донимать В конце концов Он не выдержал И бросил в шутников Свой ремень с кабурой А у него там был пистолет И в канале ствола Девятый патрон стоял В результате Так несчастно совпало Что пистолет ударился Выстрелил И пуля сразу убила Нашего летчика По фамилии Лам Лам Лев Александрович Лейтенант Погиб в результате Несчастного случая 4.12.1944 Примечание автора Пуля ему точно В сердце попала Эх, бывают же Такие горькие совпадения Баранова судили Приговорили К двум годам штрафбата Но летчиков Не отправляли в штрафбат Он остался у нас в полку И должен был летать До тех пор Пока противника собьет Или его самого собьет Тогда его могли оправдать И Баранов сбил Два мессера Ему сняли судимость Это правильно было Он ведь не убийца А просто в полусне Бросил кобуру на отмаш И все так неудачно совпало Спать мы ложились Вечером часов в 11-12 После боевых вылетов Нам перед ужином Выдавали фронтовые 100 грамм водки И вот мы пили Ужинали И ложились спать Кроме водки Нам выдавали курева Папиросы Как правило Беломор И спички Насколько я помню Мы получали По пачке папирос в день А в конце войны Вместо Беломора Нам немецкие сигареты Выдавали Но они плохими были Вонючие В них не табак А труха какая-то Только что Папиросная бумага Была никотином пропитана Большинство летчиков Меняло свои папиросы Техникам На махорку А она нам Даже больше нравилась Чем Беломор Махоркой Можно было сразу Накуриться Чтобы во время вылета Курить не хотелось А техники с нами Охотно менялись Потому что им Пофорсить хотелось С папиросами Ну а мы и так Летчики Нам форсить не нужно С питанием У нас особых проблем Не было Кормили хорошо У летчиков Была пятая норма То есть кормили Нас по усиленной норме А в паек Входило сливочное масло Сахар И шоколад Шоколад выдавали Одну плитку На двоих в день Но обычно Мы шоколад Сразу не забирали А в конце недели Сразу получали Каждый по три плитки Что характерно В борт паек Который был неприкосновенным И лежал в кабине Вместе с аптечкой На случай вынужденной посадки Также входила Плитка шоколада А еще банка сгущенки И галеты Технический состав Конечно Кормили несколько хуже Чем нас У них была шестая норма То есть меньше калорийность Меньше мяса Сахара И так далее Однако они тоже не голодали По крайней мере В тот период Когда я был на фронте И раз уж я заговорил О техниках Скажу С техническим составом У наших летчиков Всегда были самые хорошие отношения Техник Это ведь считай Хозяин самолета Именно от него зависит На исправной ли машине Ты полетишь в бой Мы своим техникам Верили от начала и до конца Приходишь к самолету Техник докладывает Обойдешь машину Посмотришь со всех сторон Спросишь Какие регламентные работы Проводились Техник тебе расскажет Ты ему на слово веришь Взлетаешь Конечно Среди технического состава Были и женщины И мотористки И младшие специалисты По вооружению Это были аккуратные девушки Мы к ним относились С уважением Моим мастером По вооружению Была Соня Козловская Она после вылетов Набивала мне Боекомплект Лилия Артемьева Была секретарем В нашем полку И фиксировала вылеты Конечно Иной раз Мы могли попросить У девушек Чтобы они нам Воротнички подшили Или постирали что-нибудь Были и ребята Которые ухаживали за ними Периодически Это перерастало В более серьезные отношения Которые заканчивались свадьбой Так у нас был Хороший летчик Командир звена Антонов Павел Кузьмич Впоследствии Ставший заместителем Командира эскадрильи А после войны Он вообще дослужился До командира Нашего 53-го Гвардейского Истребительного авиаполка Он был парень скромный Не слишком говорливый Хотя дрался с немцами Отважно И стрелял метко Так вот Паша Антонов Еще до моего прихода В полк Женился на своей мотористке Ксении И они жили дружно И хорошо Спрашивайте Не повлияло ли На мое доверие К техникам то Что при первом Перелете в полк Меня подвел Мой механик Разин Нет Не повлияло Мы, летчики-истребители Всегда очень уважали Своих техников И доверяли им А Разин И военный трибунал Осудил на 5 лет Его отправили В штрафной батальон О его дальнейшей судьбе Мне ничего не известно К остальным техникам Которые были у меня За время войны Никогда никаких претензий Не было Перечислю имена Некоторых из них Инженеры скадрили Иван Кузубов Никитин Куваев Иван Волшак Мы с ними всегда Друг другу верили Сказал, что сделал Значит, сделал У нас даже взаимоотношения Были не сухие служебные А скорее дружеские По этому поводу Такой момент вспоминается В годы войны Охотой мало кто занимался И очень много зайцев Расплодилось Особенно много их было На аэродромах в Польше Там ведь леса и поля Являлись частной собственностью И на зайцев Только хозяева этих угодий Могли охотиться А на аэродромах Кто был хозяином, если не мы? Соответственно, мои механики Куваев и Сибиряк Фамилии, которую я уже не могу вспомнить Охотились на зайцев Сибиряк Сибиряк Еще до войны Пока нас не было Старался хотя бы двух зайцев подстрелить Одного он менял хозяйке В чьей хате мы жили На самогон А второго просил зажарить Прилетаем мы Он нас угощает И самогоном, и зайчатиной Конечно, иной раз Приходилось и немного Подстегивать техников Чтобы они относились К своим обязанностям Предельно добросовестно Помню, после войны Когда мы стояли в Кёнигсберге Ныне Калининград В нашей эскадриле Появился техник Матюхин И вот у нас на учебно-тренировочной Спарке Як-7 Сменили мотор Который выработал ресурс И у нас было такое положение После ремонта Самолет облетывает Всегда лучший летчик А поскольку я Был командиром эскадриле То это было как раз Моей обязанностью Перед вылетом Техник самолета Лейтенант Матюхин Мне докладывает Товарищ командир Самолет к полету готов Я обошел вокруг самолета Посмотрел А это ж Спарка В ней два человека Должны лететь Конечно, можно было И груз какой-то Во второй кабине закрепить Но зачем этим заниматься Если есть живой человек И я говорю Матюхину Садись, полети вместе А он не ожидал такого Говорит Товарищ командир Разрешите Я еще раз осмотрю машину Зачем ты будешь осматривать А я еще раз удостоверюсь Что все в порядке Нет, ты доложил Что самолет готов Садись Он сел в заднюю кабину Лицо испуганное А я про себя думаю Сейчас тебя выучу Матюхин Как надо самолет Готовить к вылету Сел в переднюю кабину Запустил двигатель Слышу Нормально работает Вырулил Взлетел Только оторвался Набрал высоту Метров 15 И перевел Лапку магнито На первый ряд свечей В Як-7 Было два ряда Электросвечей И летчик при необходимости Мог переводить мотор На работу только с одним рядом свечей Двигатель тут же начал работать Так, как будто барахлит Я немного подождал И возвратил магнито В исходное положение А Матюхин же Моих манипуляций не видит Решил он, что дело плохо Сидит ни жив, ни мертв Я облетывал самолет Примерно полчаса За это время Еще пару раз Магнито переключал Ох и нагнал я Страху на Матюхина Садимся Зарулил я самолет На стоянку Спрашиваю своего техника Ну что, Матюхин Понял, как самолет Надо готовить к полету Он опустил голову Понял, товарищ командир Ладно Пойди остальным техникам Расскажи Чтобы больше подобного не было У нас на аэродроме Все хохотали Когда узнали об этом И больше у меня Ни с Матюхином Ни с кем-то еще Из техников Никогда проблем не было Что интересно В послевоенные годы Мне даже удалось Повлиять на улучшение Питания техников Дело в том Что до 1056 года Летчикам привозили Обед на аэродром А техникам нет А они ведь вставали Раньше нас Самолеты готовили У них немало сил Расходовалось Соответственно Мы их подкармливали Отдавая часть своего обеда А в 1956 году В Москве Проходила Верховная коллегия По поводу Высокой аварийности В авиационных частях На коллегии Присутствовали Министр обороны Булганин Маршал Жуков Который был тогда Его заместителем А также Василевский Говоров Кузнецов И многие другие Крупные военачальники Я к тому моменту Был командиром 441-го Авиаполка И выступал На этой коллегии С докладом Говоря о причинах Аварийности Я выделил Два момента Первый Что у нас на полк Всего две учебных Спарки А нужно хотя бы Четыре Чтобы поддерживать Навыки молодых Летчиков И второй момент Что техников На аэродромах Не кормят А ведь от того Как они подготовят Самолет Нередко зависит Жизнь летчика Во время доклада Жуков очень пристально На меня смотрел Взгляд у него Тяжелый Колючий И не дай бог Тебе моргнуть Кто говорит правду Тот моргать не будет Но я взгляд выдержал И в конце коллегии Ко мне подошел Маршал Василевский Он сказал Что решение Обозначенных мной проблем Достаточно затратно В масштабах страны Но скорее всего Они будут решены И действительно Примерно через две недели После нашего возвращения В полк Вышел приказ Кормить на аэродромах Не только летчиков Но и техников А вскоре в полки Начали поступать И дополнительные Учебные самолеты С парки Но вернусь К нашим фронтовым будням Конечно Как и все на фронте Мы верили в приметы К примеру Старались не фотографироваться Перед боевыми вылетами Сейчас гляжу На наши снимки Их могло бы Намного больше быть Если бы не эта примета Но летчики Воевавшие еще В 1941 В 1942 Годах Рассказывали нам Только у них Кто сфотографируется Перед боевым заданием Так и знает Что его собьют И мы эту примету Уважали Всегда исследовали Однако в Бога Мы в ту пору Не верили Никто не крестился Только матерились Если туго приходилось Что еще рассказать О быте Денежные тестаты Которые нам выдавались За службу Мы в основном Отсылали родителям Но часть денег Тратили и на себя Отовариваясь в военторге Туда привозили конфеты Шоколад Сахар Консервы Колбасы Сухие торты В общем мы могли Кое-чем побаловать себя Да и подворотнички Мы все время там покупали Стирали свою форму Мы, как правило, сами У летчиков с этим Особых хлопот не было На аэродроме стояла Бочка с бензином Мы кидали туда Гимнастерки Штаны Потом потрешь Вся грязь отлетает Пару раз воду окунешь Довешаешь сушиться И все нормально Форма чистая Мылись мы раз в 20-30 дней Нам устраивали полевые бани В палатках устанавливали печки И котлы Там стояли бочки Одна с холодной водой Другая с кипятком Рядом лежала ржаная солома Мыло выдавали нам Солому мы запаривали кипятком И терлись ею, как мочалкой Грязь отлетала иногда Вместе с кровью Но это мелочи Все равно мы радовались Если наступал банный день Говоря о бане Я вспоминаю один эпизод Когда мы летали на Лоц Вскоре погода ухудшилась И у нас по случаю Отсутствия вылетов Организовали баню Мы моемся И вдруг сигнальная ракета взлетела Как потом оказалось Распогодилось немного И бомбардировщики К нашему аэродрому вышли А от нас требовалось Их сопровождать Соответственно мы из бани выскочили Я успел надеть только штаны и рубашку У меня даже волосы остались намыленными Вылет прошел благополучно Но если бы меня сбили Думаю, подивились бы на земле Что летчики едва одеты И голова в мыле А самое неприятное В наших фронтовых буднях Было то, что мы в боях Теряли товарищей Особенно обидно было Если это случалось Из-за трусости Кого-то из сослуживцев погибших В июле 1944 20 июля 1944 года Примечание автора Так погиб Герой Советского Союза Штурман 54-го авиаполка Чичайко Кайсарович Бенделиани Он тоже на Ааракобре летал Когда его сбили Он вместе с ведомым Сопровождал группу штурмовиков Ил-2 Которая должна была Атаковать возле западного Буга Продвигавшиеся к фронту Немецкие резервы Недалеко от цели Их встретили Немецкие фоке-вульфы 190 Чичайко Кайсарович Был настоящим асом У него был Свой особый прием Он сбивал самолеты Противника При лобовой атаке Подобное Мало кому удается Представьте только Когда ты идешь В лобовую атаку Самолет противника Приближается к тебе Под нулевым ракурсом То есть тебе виден Только контур самолета Кабина, плоскости И все И вот он как-то умел Так прицелиться Чтобы целись По одному этому контуру Вражеский самолет Сбить А мы все Обычно Старались во время боев Такой маневр сделать Чтобы сзади зайти Тогда нам были Уже видны Не только плоскости Но и фюзеляж И все остальное Гораздо легче Было попасть А Бенделиани Запросто сбивал В лоб И мейстеры И фокеры Думаю Он бы из этого боя Вышел победителем Но его подвел ведомый Майор Верховский Комиссар полка Прошлым Летчик-бомбардировщик Мой фронтовой друг Герой Советского Союза Яков Данилович Михайлик Подробно описывает Гибель Бенделиани В своей книге Соколиной семья Вышедшей в военноиздате В 1971 году Но там Михайлик Умалчивает о том Что Верховский струсил В советские времена Все-таки было не принято Писать о том Что комиссар полка Может повести себя Недостойно Но наш 53-й полк Очень часто стоял На одном аэродроме Вместе с 54-м полком Мы все друг друга знали Дружили И, конечно, были в курсе Этой неприятной истории Когда летчика в бою Бросает его ведомый Ведущий практически обречен Так и получилось С Чичико Кайсаровичем Верховского после этого Убрали из комиссаров И перевели куда-то В наземные войска Что с ним дальше Сталось, я не знаю Но никто из однополчан Ему морду за трусость Не разбил Возможно, зря Откровенно говоря От комиссаров И других политработников В летных частях Было больше вреда Чем пользы Нашим полку Комиссаром был Мельниченко Он ходил всегда Подтянутый От утюжины Но сам был Не летчиком А пехотинцем Мельниченко Всегда нас поучал Комиссару Это по должности положено Однако мы его Мало уважали Видели, что он Только трепаться умеет Но Мельниченко Хоть быстро понял Как мы К его речам Относимся И не допекал Нас слишком часто Какие-то помпезные Партийные мероприятия И митинги Которые принято описывать В мемуарах советских лет В нашем полку Не проводились Думаю, что так же Было и в других Авиационных полках Да они и не нужны По сути были У всех нас И так были Твердые советские убеждения Партийные собрания У нас проходили В спокойной рабочей обстановке А когда меня На польской территории Принимали в партию В ноябре 1944 года То мы просто Собрались Под крылом самолета Присутствовали Комиссар, парторг И коммунисты Из эскадрильи Прочитали мое заявление Тут же решили Парень летает хорошо Выполняет свои обязанности Воюет нормально Подняли руки И проголосовали за то Чтобы принять меня в партию Как видите Без всяких митингов До этого еще В Руставской авиашколе В 1942 году Я стал кандидатом В члены партии Коммунисты для нас Всегда были примером В выполнении служебного долга И во всем остальном А я был требовательным к себе И поэтому не спешил Из кандидатов Становиться членом партии А когда понял, что достойн Только тогда Написал заявление Рекомендовали меня в партию Вася Батяев И инженер эскадрильи Иван Кузубов Ребята из эскадрильи Меня поздравили Но никаких торжеств По этому поводу Мы не устраивали Но, конечно Я все равно почувствовал Что теперь должен Еще лучше летать Еще мужественнее сражаться А через некоторое время В полк приехал Представитель Из политотдела дивизии И когда я вернулся С вылета Вручил мне партийный билет Причем опять же Под крылом самолета После этого Я всегда летал Не только с удостоверением Летчика в кармане Но и с партбилетом Таким образом Официоза было вовсе Не так много Как о нем говорят Однако коммунистами Мы были убежденными И я сам остаюсь Коммунистом До сих пор Как я относился К Сталину? Сталин был у нас Верховный Главнокомандующий Ему я доверял От начала и до конца Еще в школе я видел Как он относился К своему сыну Василию Сталин даже ему Не давал поблажек Поэтому Иосиф Виссарионович Всегда оставался для меня Образцом справедливости И мудрости В моем окружении Была непоколебимая вера в него И никаких сомнений Не возникало Даже в самые сложные Периоды войны После так называемых Разоблачений Хрущева Мое отношение К Сталину не изменилось Ни один правитель Не застрахован от ошибок А самому Никите Сергеевичу Было ой как далеко до Сталина Хрущев пришел к власти Только благодаря помощи Жукова А потом самым подлым образом Отстранил Жукова От командования армии Когда тот был в командировке В Югославии Жуков подвергся Страшной опали Помню я отдыхал зимой В конце 50-х годов В санатории в Архангельском А у Жукова в том районе Дача была Он любил заниматься Подлёдным ловом И вот ко мне прибегает Один полковник Рассказывает Рыбачил я А тут ко мне Жуков подошел Спрашивает На что ловишь Я растерялся Отдал ему свой запас наживки И убежал Это Жуков Рапрессированный человек Какое с ним может быть общение Я сразу сказал этому полковнику Что он мерзавец И больше ему руки не подавал Но вообще этот случай был типичным Жуков в полнейшей изоляции казался Кроме того Придя к власти Хрущев понял Какой страшной силой В политической жизни Является армия И он её сократил Почти на 2 миллиона Причём уволил Всех самых опытных фронтовиков Которые обладали собственным мнением И могли высказаться Против его курса Я сам под это сокращение попал Хотя был лётчиком первого класса Командиром дивизии Полковником Летал днём и ночью Здоровье превосходное было И возраст всего 39 лет А ведь лётчику Чтобы стать профессионалом И уметь летать и воевать В любых условиях Требуется не менее 6 лет Но Хрущев об этом не задумывался Возможно в кукурузе Он и разбирался Однако армию он не понимал И люто боялся её Завершая рассказ О фронтовом быте Нельзя не вспомнить О письмах Приходивших на фронт Из дома Они были очень важны Для каждого бойца Как для лётчика Так и для пехотинца Получая письма От родных и близких людей Ты как бы более зримо Осознавал За кого ты воюешь Ведь понятие Родина Неотъемлемо От дорогих тебе людей Живущих в твоей стране С родителями Я переписывался Всю войну Именно от них Узнал о гибели Обоих своих братьев Моему младшему брату Витьке В 1941 Было всего 15 лет Но он был Рослым парнем Настоящим богатырём Нас со старшим братом На целую голову выше Когда осенью Немцы подходили Кузловой Он как комсомолец Добровольцем Ушёл на фронт В военкомате Его спросили Сколько ему лет Он ответил Что 18 А Витька был Парень здоровый Подготовленный Ему поверили Спросили паспорт Он сказал Что забыл его дома Потому что Спешил в военкомат А время военное И его безволокиты Зачислили В состав Действующей армии Погиб Витька В 1941 Году Под Серпуховым У деревни Клеменки Когда Гудериан С южного направления Прорывался к Москве В Клеменках Мой младший брат И похоронен Мой старший брат Виталий Как я уже рассказывал Был летчиком Бомбардировщиком Но во время службы Он однажды Сильно простыл Подхватил воспаление Лёгких У него развился Туберкулёз И его демобилизовали Перед войной Виталий вернулся в Узловую Его в городе знали Как комсомольца Участника самодеятельности Он очень хорошо пел И играл на духовых инструментах И взяли работать Горком комсомола Осенью 1941 К Туле подошли немцы И в ноябре Заняли город Узловая Секретарь Тульского обкома Калиновский Организовал подполье Мой брат тоже Пошёл в партизаны Как музыкант Он ездил по области Играл на разных концертах На танцах И вместе с этим Выполнял работу Для подполья В декабре 1941 Когда он однажды Играл на танцах Его вдруг узнала Какая-то девчушка Подошла к нему Здравствуйте Виталий Зинович Как вы живёте? Он заговорил с ней А у немцев уже были Списки партизан И кто-то из полицаев Как услышал его имя И отчество Сразу заподозрил Виталия Забрали его в гестапо Вместе с той девчушкой Прижали её там Она фамилию моего брата Назвала Немцы Глянули в списки Так и есть Партизан известный Приговорили его К расстрелу Перед расстрелом Виталия держали в землянке Он находился там В одних кальсонах Рубашки и босиком Поэтому её особо не охраняли Думали Не сбежит по морозу А мой брат всё-таки сбежал И в те лютые декабрьские морозы Прошёл полуголый босиком По снегу 30 километров до узловой А у нас дома Как раз немцы становились Но отец всё равно Впустил Виталия Немцы спросили Кто это такой Отец им ответил Что это его сын Который ночевал в сарае А теперь совсем промёрз Пришёл домой погреться Виталий залез на печку У него жар И так и не оправился он От болезни Умер в начале 1942 года Так что из трёх братьев Остался я один Поэтому, оказавшись на фронте Я врал в письмах к родителям Писал им, что по-прежнему Работаю инструктором В авиашколе на Кавказе Только после Дня Победы Им написал Что закончил войну в Берлине Живой и здоровой Кроме родителей Я также переписывался Со своей будущей женой Марией Петровной Юриковой Она была младшей сестрой Моего инструктора Из Осове Ахима До того, как я уехал Из Узловой У нас были очень чистые По современным меркам отношения Мы вместе ходили в школу Маша училась На класс младше меня Она очень хорошо пела И танцевала А через некоторое время Начала меня учить танцевать Вскоре мы поняли Что любим друг друга Но наши отношения Ставались очень целомудренными Тогда подобное поведение Было нормой И знаете Это ничуть не мешало нам С Машей Тосковать друг по другу Пока мы были в разлуке Во время войны Жизнь моей будущей супруги Была не самой легкой В 1941 Она поступила В Московский Авиационно-технический институт МАТИ Но потом вместе с институтом Эвакуировалась в Сибирь Там работала в колхозе Потом в лесхозе А институт доканчивал Уже после войны Мы с Машей Переписывались всю войну Письма с фронта Конечно проходили Через цензуру Так нам нельзя было Рассекречивать Местоположение части И все остальное Что могло представлять Военную тайну Если что-то такое Было написано То цензура Это вычеркивала Из письма А практически Обо всем остальном Можно было писать Даже об усталости И плохом настроении Но мы старались Писать бодрые письма Мол воюем Бьем врагов Нас бьют Мы снова бьем Продвигаемся вперед Вот такое у нас было настроение Тем более что мы уже понимали Победа не за горами Глава шестая Освобождение Польши 20 июля 1944 года Советские войска Под командованием Маршала Рокоссовского Прорвали немецкую оборону Западнее Ковеля И форсировав Западный Бук Вошли на территорию Польши И вот когда Рокоссовский развивал Наступление По освобождению Польши Мы стояли На аэродроме Под Ковелем И что получилось Как раз в один из этих дней В конце июля Погода была нелетная На нашем участке В небе была Десятибальная Низкая облачность И мы дежурили на аэродроме Самолеты наших эскадрильей Были расставлены так Что с одного конца аэродрома Машина одной эскадрильи С другого второй А по центру Третья эскадрилья Мы сидим в своих машинах В течение часа Потом вылезаем из них На дежурство Другая эскадрилья заступает И так все по очереди Благодаря этому Дежурная эскадрилья Могла сразу же взлететь По сигнальной ракете А остальные эскадрильи Также в случае необходимости Быстро бы воздух поднялись Когда мы так дежурили То сидя в кабине Можно было и книжку почитать И письмо домой написать Но мы обычно просто сидели И наблюдали за окружающей обстановкой Все-таки боевое дежурство Есть боевое дежурство И вот я сижу, смотрю От линии фронта Со стороны Ковеля Идет Ил-2 На высоте примерно 150 метров Я сначала не придал этому Особого значения Потому что аэродром штурмовиков Находился неподалеку от нашего Мы там все рядом стояли Сначала аэродром нашего полка Через несколько километров от него Аэродром 54-го полка нашей дивизии За ним аэродром штурмовиков И вдруг вижу Ил-2 заходит на наш аэродром Начинает планировать Но пролетает мимо взлетной полосы Поэтому дает газ Уходит на второй круг Я удивился, что он промахнулся Но думаю Что ж, бывает и такое Второй раз Ил-2 нормально на полосу вышел Приземлился в середине полосы Несется на шасси В направлении моей эскадрильи Я стоял в конце полосы Но вижу, что как-то не совсем так Он движется Говорю ребятам Вылазьте из самолета Сейчас упустит направление Порубит Мы выскочили из своих машин Ил-2 пронесся всего в 50 метрах от нас Выкатился за полосу И встал на нос Мы сразу подбежали к нему Смотрим, Илюшин весь побитый Причем один зенитный снаряд Попал как раз между кабинами летчика и стрелка Мы взялись за фюзеляж Только качнули Самолет опустился И переломился пополам Между кабинами Заглянули мы внутрь Стрелок мертвый сидит А летчик ранен в спину Дышит тяжело И кровь идет Мы вытащили летчика Выдернули в него парашют Расстелили парашют И положили на него летчика Потом достали из кабины Тело стрелка И тоже на парашют положили Вызвали санитарную машину Летчик был тяжело ранен Дышал тяжело То глаза откроет То закроет Вскоре санитарная машина приехала Летчика увезли Потом мы узнали Что этот штурмовик Ходил на разведку Через линию фронта Его на низкой высоте Поразило зенитным снарядом И летчик тяжело раненый Смог пролететь Примерно 70 километров Дотянул до нашего аэродрома До своего аэродрома Ему оставалось еще Километров 15-20 Он видимо почувствовал Что силы у него на исходе И приземлился у нас Причем когда увидел Что на полосу не попадает Сумел на второй круг пойти Вы только представляете Какая сила воли нужна Чтобы сделать это С тяжелым ранением Именно в тот момент я понял Почему немцы За считанные месяцы Захватившие половину Европы Так бесславно начали Отступать в России И мне до сих пор жалко Что я не знаю имени Того раненого летчика Когда мы его из самолета Вытаскивали Думали ведь только о том Как ему помочь Его достоверение Никто не посмотрел Через некоторое время Погода улучшилась И мы продолжили Боевые вылеты Участвуя В освобождении Польши Причем под Ковелем Мы пробыли недолго И вскоре перелетели На польский полевой аэродром В районе Хелма Мы снова сопровождали Штурмовики И бомбардировщики А также совершали Вылеты на разведку На определение Где противник находится На расчистку Воздушного пространства Ходили и на свободную охоту Я сам во время Великой Отечественной На свободную охоту Летал всего несколько раз И ничего героического За время этих вылетов Насколько помню Не совершил Но ребята Которые ходили На свободную охоту Постоянно Не раз немцев сбивали Таких ребят В каждом полку Нашей дивизии Было по 4-6 человек Это были летчики Которые стреляли Особенно метко Отобранные Из числа Бывалых фронтовиков На фотографии Вторая эскадрилья 23-го гвардейского Истребительного Авиаполка Польша 13 октября 1944 года Крайний справа Во втором ряду Анатолий Бордун Скажу несколько слов О перечисленных Выше летчиках О ком я еще не рассказывал Гена Дубенок Был героем Советского Союза Он был удостоен Этого звания Еще за Сталинградские бои Летал очень хорошо Но был немного С гонорком Бывало соберутся Наши ребята Начинают по-свойски Общаться, шутить А Гена Дубенок Немного в стороне Держится То есть он старался Себе подать так Будь то он Будучи героем Чуть выше остальных Но ребята ему Спуску не давали Если зарывался Говорили Гена, закройся И он особо не бежался Смерял свой гонор Нормальным мужиком был Миша Логачев В конце войны Был у меня Замом командира Эскадрильи Он сам курский И на курской дуге Начал воевать Блондин Но волосы с рыжиной Воевал он хорошо Но характер у него Был непростой Я своим ребятам Все прямо говорил А он Хотя и относился К ним хорошо Но мог сначала промолчать А потом попадется Кто ему под горячую руку Так на того Всех собак спустит Ваня Кобылецкий Перешел к нам в полк Из 54-го полка Заместителем Командира полка В конце войны Он с 1941 года Воевал В Сталинграде Особо отличился Очень храбро Сражался И даже на самолете Як-1 Таранил немецкий Истребитель Сразу после войны Ему присвоили звание Героя Советского Союза Про Кобылецкого Что интересно В конце августа 42-го Под Сталинградом Его сбили Он горел в самолете Когда Ваня у нас служил Я обратил внимание У него спина состояла Из сплошных сгустков Горелой кожи И вот после такого Его отправили Через Сталинградскую переправу Пароходом Саратов А переправу бомбили И баржу на которой он был Потопили А Кобылецкий Хотя и скромным мужиком был Но своими наградами Очень гордился Боялся Что их у него украдут Он попросил Чтобы ему их завернули В платочек И этот платочек Себе за щеку засунул У него уже тогда Несколько орденов было Соответственно Когда баржу потопили Он поплыл А платочек За щеки не выпустил Его возле берега Выловили Спасли Вылечили И он снова летал Что самое главное Кобылецкий был Очень добросовестным мужиком В конце войны У нас многие заслуженные летчики Старались меньше Появляться в небе И особо в бой не ввязываться А Кобылецкий летал Участвовал в боях И хоть бы что Со мной вместе Он очень любил летать На спарке Як-7 Во время войны Бывало скажет Давай слетаем Я тебя проверю А сам знал Что у меня пилотирование хорошее Мы с ним по очереди То я в переднюю Он в заднюю кабину То наоборот садились И летали над своей территорией Ваня особенно любил Когда я бочку делал На высоте 15-20 метров от земли Допустим Мы летим А мимо идут пехотинцы Или танкисты едут Ваня мне сразу говорит Сделай бочечку Чтобы народ поинтересовался И я делал бочку Одну Вторую Третью Кобылецкого после войны Демобилизовали по инвалидности Он в боях не жалел себя И это сказалось на здоровье В 1986 году Его в госпиталь положили А я тогда как раз На экскурсию По Украине поехал И подгадал так Чтобы заехать в Киев И Ваню Кобылецкого В госпитале навести Когда я к нему зашел Мы обнялись Расцеловались Повспоминали былое А через некоторое время После этого Мне написали Что он умер 24 июля 1986 года Все получилось Как в стихах Одного поэта Фронтовика Мы не от старости умрем От старых ран умрем Но вернусь К свободной охоте На свободную охоту Мы как правило Ходили одной парой И летали с вытянутым пеленгом Во время таких полетов В первую очередь Исключительная меткость Требовалась от ведущих Ведь задача ведущего Сбить самолет противника А задача ведомого Охранять ведущего Чтобы того не сбили Во время атаки Когда ты атакуешь У тебя все внимание Сосредоточено на том Чтобы сбить вражеский самолет Ты не смотришь назад Со спины Тебя ведомый прикрывает И надо сказать Постоянно летавшие На свободную охоту Ведомые В нашем полку Тоже очень меткими были Нередко они даже Менялись ролями Со своим ведущими А при необходимости На свободную охоту Летали и обычные летчики Как я Освобождая Польшу Наши войска вышли К Одеру И в первых числах Августа 1942-го Моя вторая эскадрилья Получила задание Перелететь на аэродром Люблин-Восточный И сопроводить Самолет-разведчик Пе-2 Который должен был Произвести Воздушную фотосъемку Вдоль линии фронта От Варшавы До Сандомира А это расстояние Около 400 км И вот Мы перелетели На новый аэродром Потом по команде Взлетели с него И пристроились За самолетом-разведчиком Одна беда Нас не предупредили Что этот бомбардировщик Переоборудованный Для аэрофотосъемки Будет идти На высоте 7000 метров Кобры На этой высоте Еще могли работать Эффективно Хотя выше уже нет Но дело в том Что начиная с высоты 5000 метров Без кислорода Летать нельзя И хотя у нас В аэрокобрах Всегда были Кислородные баллоны Но кислородные маски Мы брали с собой Только когда Заранее знали Что будем летать На больших высотах Что делать Сопровождать Самолет-разведчик Мы должны были При любых обстоятельствах А без кислорода На большой высоте Голова начинает Кружиться И это плачевно Может кончиться Вскоре я догадался И по рации Сказал своим ребятам Доставайте шланги То есть Хотя маски и нет Ты кислородный шланг В рот берешь Дохнешь пару раз И идешь на одной высоте С самолетом-разведчиком Потом чувствуешь Что в глазах Начинает немного темнеть Опускаешься на высоту Четыре с половиной Пять тысяч метров Затем опять высоту набираешь Так мы и сопровождали На наше счастье Немецких истребителей В воздухе не было Самолет-разведчик Выполнил задание Летчик поблагодарил нас Мы сели И оставались на аэродроме Люблин-Восточный Еще дней шесть Пока проявляли Отснятые во время разведки Пленки И командование их изучало И вот пока я был там Поляки Находившиеся на аэродроме В качестве обслуживающего Персонала и охраны Предложили мне Посмотреть на майданок А я тогда еще не знал Что так называется Печально знаменитый Немецкий концлагерь Думаю, майдан Это вроде по-нашему Означает базар Но мне объяснили Что к чему И я поехал Для поездки Нам дали Виллис И что интересно На одном из участков пути Мы невольно вклинились В колонну правительственных машин Тогда в Люблине Как раз начало формироваться Новое польское правительство Рядом с нашим Виллисом Ехала машина В которой сидел Роли Жемерский Главнокомандующий Войска польского В других машинах Также ехала Польская политическая элита Все одеты так цивильно Но машина у всех разная Лимузинов не было Однако, что удивительно Мы проехали Некоторый отрезок пути Вместе с этой колонной И никто на нас Даже внимания не обратил Не говоря уже о том Чтобы остановить И хотя бы документы проверить Потом мы повернули К майданоку А польская правительственная колонна Поехала дальше В направлении Люблина О майданоке Я не буду рассказывать подробно Об этом лагере Много написано Зачем повторяться Но что сразу бросилось в глаза Так это шесть огромных печей В которых сжигали заключенных Эти печи были Прекрасно видно с воздуха Когда мы взлетали по маршруту Проходящему над лагерем Поляки рассказывали Что когда эти печи работали На Люблин шел такой дым Что нельзя было дышать От смрада и гари Многие жители Старались бежать из города Их ловили Но возвращали не домой А бросали в лагерь Еще одна навсегда врезавшаяся в память деталь При лагере были разбиты огороды На которых заставляли работать заключенных И там была цветная капуста Просто огромная Килограмм по сорок Каждый качан То зеленая То ярко-красная С голубым отливом Она такая крупная выросла Потому что огороды Постоянно удобрялись пеплом Из печей В которых заключенных сжигали Ее мы даже с высоты видели Но пока не побывав в лагере Я не мог понять Почему она такая большая Кроме того Мне запомнились Четыре барака Стоявших рядом Они были наполнены Вещами казненных В одном бараке Одежда рассортированная В другом обувь Причем тоже Разложенная по стопкам Там и сапоги Самых больших размеров были И детской обуви много Даже пинетки А еще один из этих Четырех складов Был доверху наполнен Человеческими волосами Срезанными у заключенных Из них немцы Изготавливали мягкие тапочки Для моряков-подводников И стельки Для обуви Железнодорожников Конечно, видел я там И вагонетки Для подвозки трупов И обгоревшие Человеческие скелеты И много других ужасов Но огромные Кочаные капусты Гора детской обуви Барак Доверху набитый волосами Одного этого уже достаточно Чтобы понять Какие зверства Творились в Майданоке Впрочем, надо рассказать Еще про один момент В одном из бараков Были выставлены изделия Изготовленные из кожи заключенных Причем немцы Особенно ценили Когда на коже Была какая-нибудь Красивая татуировка Допустим, орел Бабочка Или еще что-нибудь В том же духе Кожу сдирали заключенных Обрабатывали И делали из нее абажуры Кошельки И тому подобное После Майданока Мы вернулись на аэродром Пошли в летную столовую И гляжу Там сидят пленные Немецкие генералы И полковники Как я узнал потом Майданоке В общем, очередные Бравые немецкие вояки Добрались до нашей столицы Вовсе не в том качестве В каком думали В 41-м году Покинув Люблин Восточный Моя эскадрилья Продолжала участвовать В боевых вылетах По освобождению Польши Иной раз Сопровождая штурмовиков Мы тоже штурмовали Позиции немцев Из своих пушек и пулеметов Стреляли по их танкам Автомашинам Пехоте Довелось мне И прикрывать нашу пехоту От немецкой авиации В ходе прорыва К Висле В районе Демблина Во время этого прорыва Мы двумя эскадрильями Второй и третий Сопровождали бомбардировщики На бомбометании Нас атаковало Десятка мессеров Мы атаку отбили И немецкие истребители Сразу ушли Они все-таки видели Что у нас значительное Численное преимущество В результате Ни нам не удалось Сбить вражеский самолет Ни немцам Просто отбили атаку И пошли дальше Сопровождать бомбардировщики Так мы и продвигались К Варшаве Перелетая с одного Аэродрома на другой Между тем Указом Президиума Верховного Совета СССР От 9 августа 1944 года Наша дивизия Была награждена Орденом Красного Знамени В августе Были очень сильные бои Под Варшавой Поляки Подстрекаемые англичанами Преждевременно начали Восстание против немцев А фашисты Их прихватили И начали очень жестко Это восстание подавлять Надо было как-то Спасать восставших поляков И наше командование Приняло решение Без подготовки Начать наступление На Варшаву Конечно Это стоило нам Очень больших потерь Немцы бросили На противодействие Нашим войскам Огромные силы В том числе И значительное количество Авиации Соответственно Мы делали вылеты На расчистку воздуха Об одном из таких Августовских вылетов Мне и хотелось бы Сейчас рассказать Отправился я на это задание Будучи не совсем здоровым У меня с правой стороны Лица был флюс Где сну нарвало И раздуло щеку А у нас в полку Стоматологов не было Надо было в госпиталь ехать И я плюнул на это дело Что ж я буду По каким-то госпиталям Мотаться Пока наши ребята С немцами дерутся Болит не болит А натянул я шлемофон Наушники Да и пошел на задание Мы шли восьмеркой Я нашу восьмерку возглавлял Над Варшавой Мы встретили штук двадцать мессеров Завязался бой Начали делать маневры С большими перегрузками У меня был фирменный маневр Касая петля С последующим выходом С полупереворотом На противника То есть тянешь На максимальной скорости Переворачиваешься И пикируешь на врага При этом возникает Шестисемикратная перегрузка Иными словами Мой вес был Семьдесят килограмм А на меня Во время этого маневра Четыреста двадцать килограмм А то и больше давило Но так или иначе Маневр этот мне удался И один из мессеров Оказался у меня в прицеле И я сбил его Второе звено Моей эскадрильи Действовало немного выше И там уже немцам Удалось сбить Нашего летчика Пока я атаковал Свой мессер Один из фашистов Сумел сбить Самолет Богатырева Который был ведомым Командиром второго звена Продолжая бой С численно превосходящим Противником Мы отходили на свою территорию И там уже немцы Не стали преследовать нас дальше Да их аэродром Оттуда было далеко У них, видимо, горючее Было уже на исходе Да и у нас тоже Так мы и разошлись Сбив по самолету Возвращаясь на свой аэродром Я заметил, что За время боя У меня лопнул нарыв на щеке Еще бы при таких-то перегрузках В результате у меня потекла кровь Гной Все лицо залило Когда я посадил самолет Зарулил на стоянку Ко мне Не успел я еще вылезти из кабины Подходит мой механик Украинец Иван Лихобабин Как глянул он на меня Так ему плохо стало Он даже упал с плоскости Я его спрашиваю Что с тобой? А он оторопел Командир Ты как? Нормально А что у тебя с лицом? Ты тяжело ранен? Нет, не ранен А почему весь в крови? Так это зуб выскочил От нагрузки Мы потом С Лихобабиным Всегда смеялись Когда вспоминали этот случай Что еще помнится Из того периода? Жили мы тогда в основном В избах поляков И у нас с ними Складывались вполне Дружеские отношения А как иначе? Ведь два славянских народа К тому же и тот и другой Настрадался от немецких захватчиков Однако в каждом народе Попадаются люди Хитрые и жадные И по этому поводу Мне вспоминается Несколько смешанных случаев Происшедших во время Освобождения Польши Как-то раз Моя эскадрилья Поселилась в хате Одного относительно Зажиточного поляка Он сразу наварил Бимбера Так назывался Польский самогон Чтобы подзаработать Продавая его нам Ну а мы думаем Почему бы не купить? Все-таки устаешь В боевых вылетах Расслабиться как-то нужно Купили мы бутылку Предложили хозяину С нами выпить А он Пройдохот такой Еще и жену свою Начал угощать Этим самым самогоном Который мы у него купили Ну ладно Мы ждем Что он хоть какую-то Закуску нам предложит Все-таки до этого Я никогда не сталкивался Чтобы хозяева Нас ничем не угощали Если сами они не голодали А этот жадничает Ничего не предлагает Прошло около часа И вдруг Мой летчик Горобец Это находчивый Такой украинец был Хороший мужик Откуда-то принес Шмат сала Режет это сало И угощает всех Поляка в том числе Поляк ест кусок за куском И нахваливает Хорошее сало А я не понимаю Откуда Горобец сало взял Спрашиваю об этом Он мне подмигивает Молчи Оказалось потом Что Горобец Залез на чердак К нашему хозяину А там целый поросенок Копченый висел Но Горобец И отрезал кусок От бока На закуску После этого случая Мои летчики Еще не раз К поляку на чердак Наведывались Но когда мы уезжали Поляка вдруг Черт дернул Самому на чердак Слазить А там уже Половины поросенка Не было Наш хозяин Сразу прибежал ко мне Командир Ваши съели Так ты ж сам С нами закусывал Отвечаю Едва сдерживая смех Ну я же думал Что это вы Откуда-то еще принесли И что тут делать Конечно надо было Его наказать За жадность Но мы же летчики А не воры Говорю Ладно Сколько стоит Твои полпоросенка Поляк назвал цену Мы все заплатили Так что в итоге Он в накладе не остался Но и мы о деньгах Не сильно горевали Все-таки и сало поели И посмеялись В другом месте Торговец-поляк Все норовил нас обсчитать И товар плохой всучить Так наши мотористы Очень остроумно Его проучили Приходит один из них К нему в склеп Так по-польски Называется нечто Вроде магазина Или лавки И спрашивает Пан Кольца нужны? А они как раз Перед этим Поршневые кольца На двигателях Наших самолетов Меняли И у мотористов Много этих колец было А что это такое? Спрашивает поляк Это дефицитная вещь Ставится на моторы В самолетах Нет Не нужно мне такое Да возьми Хоть за бутылку Поляк подумал Немного И согласился Взял набор колец За бутылку бимбера На следующий день К нему приходит Другой моторист Сговорившийся с первым Смотрит на полку Магазина Восклицает А что это у тебя? Кольца? Кольца Ой, покажи Да какое кольцо? Сколько стоит? Поляк говорит Одно кольцо 120 злотых Как раз столько Стоила у них Бутылка бимбера Хорошо Давай мне три кольца Моторист забирает Кольца Отсчитывает поляку деньги А через пару дней К этому торговцу Снова приходит Первый моторист С кольцами И поляк взял У него на этот раз Сразу целую пачку Это бутылок на 20 Если не больше В результате У поляка В магазине Целая полка Была этими кольцами Завалена Потом над этим же Торгашом Наши механики Еще раз подшутили Приходят к нему И спрашивают Хочешь иметь самолет? Ну а как же? Отвечает он Пошли смотреть Показали ему Стоявший на аэродроме Самолет по два Поляк его осмотрел Со всех сторон Стали обсуждать цену Отдал поляк За него Двух коней И бимбера Несколько литров А там что получилось? Была пересменка Часовых на аэродроме И пока один ушел А другой не пришел Механики как раз И продали самолет поляку Тот отдал им Коней с самогоном И пошел на аэродром Забирать самолет Но к тому моменту Там уже часовой был Поляк подходит К по два Часовой на него косится Ты что здесь делаешь? Это мой самолет Пришел забрать Что? Ну-ка марш отсюда Один выстрел вверх Второй Торговец видит Что такое дело И давай бежать Пришел потом К нам жаловаться Мы его спросили Что случилось? А как он начал рассказывать Так все едва на ногах Держались от хохота Конечно отдали ему коней Благо все кто хотел Уже на них покатались А вот несколько литров Бимбера Так и осталось На совести механиков Не знаю Как отнесется К веселым случаям О которых я рассказал Человек не видевший войны Но нам было просто необходимо Хоть изредка Над чем-то так смеяться Это спасало От напряжения боев Освобождая Польшу Мы все лето И половину осени До наступления Осенне-зимней Оперативной паузы Когда позволяла погода Делали в основном По два вылета в день Это на сопровождение Бомбардировщиков И штурмовиков А если надо было Еще летать На расчистку Воздушного пространства На прикрытии войск На разведку То и до четырех Вылетов в день Доходило И это еще Не самое большое количество В той же берлинской операции Мы и по пять Вылетов в день делали Конечно и друзей Теряли постоянно Именно при освобождении Польши Погиб мой ведомый Володя Михайлов Мы четверкой Сопровождали Девятку бомбардировщиков И у нас завязался Воздушный бой С истребителями противника Их было около Десяти машин Меня прихватила Четверка истребителей И Володю тоже Прихватили Несколько мессеров В общем Оторвали нас Друг от друга Другую нашу пару Тоже связали боем Я увидел Что Володя в хост Немец зашел Подскочил Но отбить не смог На меня Четверо моих немцев С удвоенной силой Насели Оттеснили Я с большим трудом Вывернулся Сделав правую косую петлю На максимальной скорости Летчики обычно делают Фигуры пилотажа Выполнять фигуры В правую сторону Не каждый умеет Поэтому моего маневра Не ожидали Я хотел снова Рвануть на помощь Володе Но его самолет Уже сбили Он шел на посадку раненый Приземлился Скапотировал И разбился Володя Михайлов Был хорошим парнем Надежным другом Он пилотировал умело Стрелял умело Никогда не бросал меня В воздушном бою Горько это была потеря После Володи Моим ведомым Стал Борис Стрельников Он появился у нас В полку В составе пополнения Я увидел Что этот молодой летчик Летает и стреляет неплохо Взял его к себе ведомым Боря тоже казался Хорошим надежным парнем С ним я и летал До конца войны На фотографии Заместитель командира 53-го гвардейского Истребительного авиаполка Батяев Крайний справа Ставит боевую задачу Третьей авиаскадрилье Польша Конец 1944 года Анатолий Бордун Второй справа Завершая рассказ о боях 1944 года Добавлю, что в конце этого года Меня по решению командира полка Назначили командиром Второй эскадрильи Предыдущий командир Этой эскадрильи Погиб в воздушном бою Под Варшавой Иван Порфирьевич Моторный Почитал, что из меня Получится командир эскадрильи Надо сказать, что он Хорошо знал всех своих летчиков По их боевым качествам И способностям Иван Порфирьевич Был хорошим организатором И, что самое главное Таким умением обладал Руководя воздушным боем Он и сам дрался с врагом И работу каждого из нас видел Бывало, вечером Разбираем мы бой И моторный Объясняет нам наши ошибки Допустим, ты начал Атаковать истребитель противника А не посмотрел Что тебя самого сзади Могут срубить На первый раз обошлось Но это ведь не значит Что в следующем бою Обойдется И Иван Порфирьевич Застрял на этом Твое внимание После такого Ты уже внимательнее летал Или, допустим Ты стрелял По вражескому самолету Но не сбил Тогда моторный Тебя спрашивает А ты заклепки Видел на самолете? Нет Ну тогда и стрелять Не надо было Чего пулять в воздух? И здесь он был Абсолютно прав В зависимости от Глазомера летчика Заклепки на самолете Противника Ему видны С расстояния 50-75 метров Соответственно С этого расстояния И можно было Попасть во врага А полагаться на случай В летном деле Не годится Иван Порфирьевич Замечательно понимал Летное мастерство Перспективно видел бой Великолепно ориентировался При этом Он никогда не поучал Нас высока А скорее делился Своими знаниями Как талантливый И более опытный летчик Мы все Воспринимали его Как отца родного Однако Под конец 1944 Все-таки убрали Ивана Порфирьевича Из нашего полка Он был взрывным Но справедливым И всегда Каждому говорил То, что думает Невзирая на должности И звания Конечно Это не каждому Начальнику понравится И не сошелся Иван Порфирьевич С нашим командиром Дивизии Полковником Сухарябовым Да если бы Только с ним Моторный И с начальником Политотдела дивизии Акимовым мог поспорить И с начальником Штаба дивизии Полковником Крупениным Крупенин тоже был Хорошим летчиком Но с гонором Под конец войны Он уже не летал И как-то Крупенин Сделал нашему Ивану Порфирьевичу За что-то замечание А тот ему Иди ты лесом Надо летать и воевать А ты все стараешься Быть в сторонке Вот и ополчились Наши дивизионные Руководители На Моторного Обвинили в пьянстве Иван Порфирьевич Им на это возражал А почему я не могу Выпить на отдыхе Мне, как и всем Летчикам После трудного вылета Иногда нужно Напряжение снять Но ты же Командир полка А меня летчики И не видели Никогда пьяным Настаивал Иван Порфирьевич Здесь он Правду говорил Если ему требовалось Расслабиться То выпивал он Только в своем Командирском помещении Отдельно от нас И пьяный Оттуда никогда Не выходил Но сживали-то его Вовсе не из-за Так называемого Пьянства И моторного Сначала перевели В другой корпус А потом Демобилизовали После войны Иван Порфирьевич Работал в аэропорту Риги Разведчиком погоды Летал на истребителе Пробивал облака Смотрел Что происходит В атмосфере Для него эти полеты Не были особо сложно Он ведь был Летчик первоклассный После моторного Командиром нашего полка На некоторое время Стал мой давний знакомец Гриша Сахаров Конечно До Ивана Порфирьевича Ему было далеко Но это тоже был Хороший мужик Умелый летчик Общался он с нами Запросто Любил и выпить И с ребятами Посидеть Да поговорить По душам Но в пьянстве Его не обвиняли Потому что Сахаров Когда с командованием Общался Умел и промолчать Если надо После Сахарова В самом конце войны Нашим командиром полка Стал Александр Алексеевич Платонов Как и Сахаров Он прежде был Летчиком-инспектором В Закавказском военном округе Потом Немного позже Меня перешел В нашу дивизию И служил на какой-то Должности В дивизионном управлении В самом конце войны Его командиром полка Назначили Но в боевых вылетах Он уже не участвовал Тем не менее Мы его тоже уважали Он воевал еще в Финляндии И был удостоен За ту войну Ордена Ленина У него была Репутация Хорошего летчика Командиром он был Требовательным Но никогда не кричал Не шумел Быту был неприхотлив Одним словом Нормальный мужик Ничего плохого О нем я не скажу Таким образом Нам было грех Жаловаться на своих Командиров полка А с толковыми командирами Всегда воюется лучше Интервью и литературная обработка Максим Свериденков Конец второй части Читал Олег Лобанов Продолжение следует...